Я прошла войну. Дай Бог, чтобы все так честно прошли. Она была военным медиком, ходила в разведку, два раза ранена, перенесла две контузии. Старший лейтенант Александра Чабаненко сегодня вспоминает жестокие бои Великой Отечественной. Тогда она потеряла родителей двоих сестер и шестерых братьев. Один из них погиб на глазах Александры Васильевны, когда она пришла к нему в соседнюю часть. Саша, давай свечи. Сейчас начнутся бои. Я только с них вышла и выехала. Ячейка пропала в наряд. С мужем Александра Васильевна служила в разных батальонах. С фронта вернулись вместе. После войны и работы в больнице она предпочла завод. В феврале этого года отметила юбилей 105 лет. Ее внесли в Книгу рекордов России как ветерана-долгожителя. Говорит, что сама человек верующий. Возможно, именно это и помогло выжить в самых, казалось бы, безвыходных ситуациях. Раслиф от этой воды. Мы заблудились в лесу и взяли язык. Где он соль взяли? Вот грузили, там чуть не погибли. Но переплыли мы. Думали, что нам навязали друг другу, помогали. К Александре Васильевне часто приходят гости. Выпить чаю и сыграть на баяне. На сегодняшний день у нас почти все участники Великой Отечественной войны за 90 лет. Александре Васильевне мы пожелаем долгих еще лет жизни. Мы сказали, что придем и на 110 лет еще и отметим нашу великую такую участницу Великого фронта. Несмотря на то, что после войны прошло много лет, воспоминания живы. Александра Чабаненко вспоминает все до мелочей. С грустью, с ожелением и гордостью. И в окружении были. И голодные были. Ну, это же война, как и написано. Он служил честно, кардинами, медалями. Все у меня есть. Никакой здоровья нет. Мария Ремезова, Андрей Ветров, Тюменская служба новостей.